Как уже сообщалось, оппозиционным депутатам парламента Армении не дали ознакомиться с проектом документа, обсуждавшегося на мирных переговорах с Азербайджаном. До этого оппозиционных депутатов несколько раз приглашали в здание МИД, где им дали возможность ознакомиться с документами при условии, что они не станут предавать огласки их содержания. Что, впрочем, не помешало членам парламентской оппозиции удержаться от общих заявлений, суть которых сводилась к тому, что обсуждаемый проект мирного соглашения не отвечает интересам Армении. К примеру, когда премьер-министр Никол Пашинян высказался о том, что Армении необходима новая конституция, поскольку в своем нынешнем виде она препятствует достижению мира, оппозиция тут же заявила, что премьер излагает один из принципов, согласованных в ходе двусторонних переговоров. Позже это фактически подтвердил и сам Пашинян, обнародовав в парламенте один из пунктов, согласованных на переговорах, по которому в случае, если возникнет какое-либо противоречие между условиями мирного договора и внутренними законодательными актами, стороны примут за основу не внутреннее законодательство, а мирный договор, который будет иметь статус международно-правового акта. Как известно, в преамбуле действующей Конституции Армении содержится ссылка на Декларацию независимости, в которую вписан пункт о воссоединении Армении с бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью Азербайджана, которая, в свою очередь, противоречит обязательству, содержащемуся в проекте мирного договора, по которому к Азербайджану не будут выдвинуты территориальные претензии. Именно поэтому азербайджанская сторона зафиксировала в качестве одного из условий подписания мирного договора требование изменить Конституцию Армении. А оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он пытается изменить Конституцию страны по требованию Азербайджана. Отметим, что вокруг этой темы в Армении идет острая полемика. А потом выяснилось, что оппозиционным депутатам не разрешили ознакомиться с последним проектом мирного договора, полученным из МИД Азербайджана. Гигам Манукян, член оппозиционной фракции Армения, сообщил, что 23 февраля четыре оппозиционные партии обратились в МИД с просьбой ознакомиться с очередным пакетом предложений Баку, но получили отказ. Сообщаем, что в связи с необходимостью предотвратить срыв переговорного процесса, избежать косвенно негативное воздействие на процесс, а также чтобы исключить произвольные и неверные публичные интерпретации данного документа, «Мы не считаем в настоящее время целесообразным предоставлять запрашиваемую информацию», процитировал Манукян ответ внешнеполитического ведомства Армении. По словам депутата, представители оппозиции не нарушали правил, не опубликовали ни одного секретного документа, а просто сочли правильным и важным предупредить армянскую общественность. «Мы лишь предупредили общественность, что Никол Пашинян лжет», отметил Манукян. Однако Пашинян сам озвучил с трибуны парламента один из согласованных пунктов проекта мирного соглашения. По словам оппозиционного депутата, если мирное соглашение будет подписано в нынешнем виде, то Конституционный суд Армении откажется его ратифицировать, поскольку оно противоречит декларации независимости. Именно поэтому Пашинян пытается принять новую конституцию и изменить декларацию. В минувшие выходные данная тема поднималась на парламентских слушаниях, в которых участвовал министр иностранных дел Арарат Мирзаян. Когда депутат от оппозиции Кристини Варданян спросила у главы МИД, почему оппозиционерам не дают ознакомиться с последними предложениями азербайджанской стороны, Мирзаян дал развернутый ответ. Смысл его заключался в том, что представители власти также не считают, что в документе все хорошо. Тем не менее, ни один из членов правительства не говорит о вещах, которых нет в документе и которые еще больше напрягают общественность. Мирзаян обвинил депутатов от оппозиции в заявлениях, искажающих содержание проекта мирного договора, с которым им позволили ознакомиться, а также в создании в армянском обществе стрессовой ситуации. В ответ Кристини Варданян заявила, что МИД Армении запретил оппозиционерам знакомиться с текстом мирного соглашения по требованию Азербайджана. Эта тема в течение 10 дней обсуждалась на азербайджанских государственных телеканалах, об этом говорили бывший министр иностранных дел, представители нынешних властных структур и депутаты от правящей власти Азербайджана, подчеркнула народная избранница. По словам депутата Гигама Манукяна, представители оппозиции подадут в суд на МИД Армении и, ссылаясь на закон о свободе информации, попытаются получить судебное решение, которое позволит им ознакомиться с окончательным проектом мирного соглашения.